Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа. Хоть я и за 5 дней потерял уже двух затерянных времени про драконов, но я не унываю, всё хорошо, всё замечательно, и Близзард радует нас замечательными, превосходными, очумевшими просто новостями. В кавычках, конечно же, башня Таргаст подвержена изменениям как на бете, ну и собственно так уже и на релизе всё произойдёт, а именно всё кроется в этажах. Как мы знаем, башня Таргаст даёт нам уникальную валюту, которая получается вообще только, в принципе, с Таргаста. Там ещё миссии соратников есть, но мало-мало-мало очень пепла дают. Так вот, Таргаст, как мы хотели реализовать, как вообще планировалось изначально, 8 этажей, проходим в первую же неделю, в тот момент, когда стартует Shadowlands, после недельного ресета, то есть после среды, но нет, внесли исправление, и мы сейчас всё это рассмотрим. Заголовок статьи. Only three layers of Tarkast available at Shadowlands Lounge. Только три этажа в Таргасте будут доступны при запуске Shadowlands. Ниже нам представлена табличка с этажами, и сколько, собственно, пепла душ мы получаем. Ну а дальше расписано, и также ещё жирным текстом обозначено всё касательно этих этажей. Этаж первый и третий будут доступны при запуске, и после первого недельного ресета. То есть дополнение стартует во вторник, и те люди, которые качнутся во вторник, они не смогут сходить в Таргаст. Нужно ждать среды. Это, в принципе, справедливо по отношению к тем людям, которые, например, работают, которые не могут тапнуться во вторник, которые долго будут тапаться, например, потому что в Таргасте нет механики такой, которая поможет вам нагнать упущенное. Если вы прошли этажи, вы получили пепел. Не прошли – не получили. Всё просто. Благо хоть ходить можно сколько угодно, но лут только раз в неделю будете получать. Что получается? Четвёртый, шестой этаж будет открыт при запуске Замка Нафрия, при его старте. И этаж седьмой и восьмой будет доступен при запуске Мифик, Замка Нафрия. Это, наверное, даже в какой-то мере честно. То есть седьмой и восьмой этаж, он будет сложным, например, в тот момент, когда туда войдёт человечек, который только апнулся. Что, в принципе, планировалось изначально. Но тут сделали ограничения. С другой стороны, вы берёте столько сил анимы, проходя эти этажи, что даже неодетый персонаж будет нормально справляться абсолютно со всеми механиками. Голые ДК проходят восьмой этаж. О чём тут говорить-то вообще? Ну окей, если компания Blizzard хочет так, пусть делают так. Почему бы и нет? Уменьшают количество получаемого пепла за первые две недели до старта рейдов. Окей, посидим без легендарок чуть-чуть. Скрафтим их потом. Но просто, например, к моменту выхода мифик, замка Нафрия, уже можно было накрафтить там несколько легендарок. А в итоге, скорее всего, там нужно считать, можно только одну будет нормальную скрафтить. Или там две, но не лучших тиров, например. То есть, одевание замедляется тотально. Монетки убирают, количество пепла... Оно осталось тем же, но просто вот ограничение на этажи появилось. Это печально. Благо, есть таблица медива. Можно всё глянуть абсолютно. Что по легендаркам, что по количеству пепла, что как лутаем, в какой последовательности. И всё-таки, как что лучше крафтить. В видосике отдельном я осматривал всю таблицу абсолютно. Можете тоже посмотреть, послушать. Может, какие-то комментарии от меня услышите полезные. Но, в принципе, в таблице всё и так замечательно, идеально расписано. Ссылочку на табличку оставлю в описании. Также не забывайте про розыгрыш эпического издания Shadowlands. Желаю удачи вам в выигрыше. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.